Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Бюджет Сургута на 2024 и плановый период последующих двух лет принят. Последнее в этом году заседание парламента состоялось в среду. Первым вопросом и рассматривали проект главного финансового документа. Его параметры по доходам 41 миллиард 100 миллионов рублей, по расходам 42 миллиарда 850 миллионов рублей. Казна останется социально ориентированной, то есть значительная часть денег будет потрачена на обеспечение различных гарантий. В сферах образования, спорта, культуры, ремонта дорог, проездов, дворов, коммунальных сетей, автобусного сообщения, питания школьников и многого другого. Традиционно предстоящий бюджетный цикл сохраняет свою социальную ориентированность. В целом расходы по социально значимым сферам, таким как образование, культура, физическая культура и спорт, имеют наибольший удельный вес в общем объеме расходов. Также приняли откорректированную стратегию развития Сургута. Теперь она обладает целевыми ориентирами до 2036 года и векторами до 2050. Муниципалитет останется крупнейшим в Югре. Его население ожидается увеличиться в полтора-два раза. Жилая застройка будет осуществляться преимущественно в границах западной и восточной частей города. Однако предусмотрено и развитие сектора в тех локациях, которые освобождаются от деревянного и промышленного фонда. Глава Сургута также поблагодарил депутатов за слаженную работу. Андрей Филатов, говоря о бюджете, отметил, что в феврале администрация намерена выйти к народным избранникам с рядом предложений, предусматривающих корректировку главного финансового документа. Он объемный и до настройка, по словам городоначальника, поможет в решении поставленных задач. Бюджет полностью, как мы и договаривались и планировали его реализовать, полностью соответствует всем публичным обязательствам. Мы продолжаем все наши начатые проекты совместно с депутатами, положения, дороги, внутриквартальные проезды. Все это остановлено не будет и в таком же ритме будет идти. Сургуту нужны около двух десятков образовательных учреждений. Ранее был заключен целый ряд концессионных соглашений по возведению таких объектов. Но почти все они застыли, либо реализуются очень медленно. В пятом Амикр районе, на месте бывшего гаражного кооператива на улице Показаньева, одна из таких площадок. Школа здесь очень нужна, поскольку этот район города является одним из наиболее быстро растущих. Для учреждений образование подыскивают нового инвестора. Как сообщил заместитель председателя Сургутского парламента Александр Олейников, потенциальный интересант есть. Но чтобы выйти на переговоры, нужно согласовать новую стоимость объекта с окружными властями. За последние два года цена строительства существенно выросла. Произойти это может еще в 2023. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие муниципалитета. В честь столетия Сургутского района жителям вручают благодарности от главы. Первые восемь наград нашли своих обладателей. Всего на этой неделе планируется провести шесть церемоний и сказать спасибо 250 жителям, которые многие годы помогают Сургутскому району становиться лучше. Это педагоги, сотрудники градообразующих и муниципальных предприятий, активисты. Я работаю в Сургутском районе с 1997 года, сразу после окончания колледжа. Приехала работать в детскую школу искусств номер один города Лентора. Преподавателем хореографии. Учу детей танцевать, учу детей прекрасному. Сейчас уже и взрослые группы веду, и подростковые группы. И надеюсь, что это на благо района. Мне очень приятно из рук главы получить, тем более перед Новым годом, такой замечательный подарок. И за весь период работы, признания, благодарность, это очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону. 59-35-35. «Акватория». Улица Магистральная, 36. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маша, не сейчас. Паш! Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от «Телеплюс» работает всегда. А еще «Телеплюс» – это умный дымофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам! Благотворительный фонд «Траектория надежды». Сургут «Траектория надежды» Продолжение следует...